Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. 17 медицинских сестер пополнят коллектив Ненецкой окружной больницы через три года. Сегодня будущие медсестры подписали трехстороннее соглашение о целевом обучении социально-гуманитарным колледжем имени Волчейского и Ненецкой окружной больницы. Договор трехсторонний, а значит, у каждого из субъектов будут свои права и обязанности. Для новоиспеченных студентов социально-гуманитарного колледжа сегодня знаменательный день. Они подписывают документ, который определит их дальнейшую жизнь как минимум на шесть лет. Трехстороннее соглашение о целевом обучении – это возможность получить качественное образование на льготных условиях. Форма обучения очная, срок – два года десять месяцев. Подготовка будет проводиться на основе софинансирования. Студент оплачивает 20% стоимости обучения, 80% расходов берет на себя округ. Таким образом, студент будет платить за обучение чуть более 10 тысяч в год. А специальность – одна из самых востребованных – сестринское дело. Выбрала медицину, потому что нравится мне общение с людьми. Благоприятная такая профессия. Везде требовательна, востребовательна, чтобы за людьми ухаживать. За дед, где детей очень люблю. Мне нравится такая атмосфера, добрая. Во время обучения у администрации колледжа не будет возникать вопроса, где студентам проходить практику. Ее организуют на базе Ненецкой окружной больницы, которая в последующем выступит работодателем для выпускников. Андрей Дедов отметил, с подписанием соглашения, организация может быть уверена в укомплектованности учреждения медицинским персоналом. Для нас вы снимаете очень острый и самый главный вопрос. Потому что, как еще говорил классик, кадры решают все. Поэтому я надеюсь, что через два года и девять месяцев, и одна неделя осталась, в больницу придут 18 сертифицированных специалистов. В свою очередь студенты, подписывая договор, берут на себя обязательство проработать в учреждении не менее трех лет. Если то условие договора не будет выполнено, им предстоит компенсировать все затраты работодателя. По словам губернатора, сегодня иметь гарантированное рабочее место – большая удача. Готовим заключение таких же договоров на подготовку мастеров в сфере ЖКХ. И наши уже предприятия – это и Север Желкомсервис, и ПОКТС, и Ненецкая коммунальная компания, а также Ассоциация САВИ, также участвуют в этих проектах. Ну, речь идет о чем у нас и по ПТУ, и по техникум, и по колледжу. То есть вообще задача такая, чтобы по желанию все студенты имели возможность получить контракт. По словам губернатора, самое главное в целевой подготовке – практика, максимально приближенная к современным условиям, чтобы к работодателю приходил компетентный и обученный специалист.